Компания «Ренолит» производит гидроизоляционные полимерные мембраны из классифицированного поливинилхлорида под маркой «Алькорплан» и дополнительные комплектующие для их укладки. Использование оригинального сырья, большой опыт производства и жесткие требования к качеству позволяют создавать поистине выдающийся продукт. Кровельные гидроизоляционные системы «Алькорплан» применяются более 30 лет. За это время было выпущено и смонтировано более 150 миллионов квадратных метров кровельных мембран на различных крупнейших объектах по всему миру, в различных климатических зонах. Компания «Ренолит» производит широкий спектр кровельных мембран «Алькорплан», предназначенный для гидроизоляции любых типов кровель, неэксплуатируемых и эксплуатируемых, в том числе инверсионных и так называемых «зеленых кровель». Для механического, паласного и клеевого способов крепления к основанию. Гидроизоляционная система «Алькорплан» прекрасно зарекомендовала себя в России и странах СНГ еще в 90-х годах прошлого века и применялась при строительстве различных промышленных объектов, атомных станций, аэропортов, железнодорожных вокзалов, торговых центров, дворцов спорта, жилых и офисных зданий, музеев и больниц. Только за последние годы в России и СНГ было смонтировано более 5 миллионов квадратных метров мембран. Мембрана «Алькорплан» поставляется в оригинальной упаковке на поддонах по 8-12 рулонов. На этикетке указывают артикул мембраны, цифровое обозначение цвета, а также толщину мембраны, ширину и длину рулона. Мембрану рекомендуется хранить в сухом темном месте в оригинальной упаковке на поддонах. На каждом рулоне мембраны нанесена информация о толщине мембраны, ее артикуле и дате производства. Для удобства устройства продольной нахлестки нанесена пунктирная линия на расстоянии 120 мм от края мембраны. До начала кровельных работ должны быть выполнены и приняты все строительно-монтажные работы на изолируемых участках. Несущее основание должно быть очищено от воды, снега и льда, а также посторонних различных предметов, например, строительного мусора, обрезков металла и так далее. Не должно быть пятен от масел, продуктов нефтепереработки, жиров различного происхождения. Правильно подобранные инструменты и комплектующие гарантируют простую и удобную работу. Для работы необходимы следующие оборудования и материалы. Очиститель Alcor Plus 81044 Хлопчатобумажная ветошь Ручная и автоматическая сварочная машина Щетка для очистки сопла сварочной машины Прикаточные ролики различной ширины Инструменты для контроля сварного шва Шуруповерт Нож Ножницы по металлу Рулетка и линейка Несущим основанием под кровлю могут служить Стальной профилированный лист толщиной не менее 0,75 мм Железобетонные плиты перекрытия Для гарантированного качества кровли Рекомендуется, чтобы монтаж всех слоев кровельного пирога Производила одна и та же бригада укладчиков Каждый слой кровельного пирога Имеет собственное назначение И от качества его укладки Зависит надежность гидроизоляционной системы в целом Выбор толщины пароизоляции рассчитывается для каждого объекта индивидуально В зависимости от предъявляемых требований Мы рекомендуем применять в качестве пароизоляции Алькор плюс 81012 Полиэтилен высокого давления толщиной 0,25 мм Нахлёст пароизоляции должен составлять не менее 100 мм Пароизоляция укладывается под слоем теплоизоляции И соединяется между собой с помощью склеивающей ленты Пароизоляция также фиксируется на парапетах и деталях Теплоизоляция укладывается и крепится к несущему основанию В соответствии с рекомендациями её производителя Как правило, теплоизоляцию из минераловатных плит укладывают в два слоя Нижний слой с меньшей плотностью Верхний слой с большей плотностью Твёрдая поверхность основания под гидроизоляционный ковёр Способствует надёжной сварке мембран Алькорплан И дальнейшей надёжной эксплуатации Избегайте интенсивного хождения По нижнему слою минераловатной теплоизоляции В процессе монтажа При использовании минераловатного утеплителя в качестве основания для гидроизоляции Нет необходимости применять разделительный слой из геотекстиля При укладке материала Алькорплан на пенополистирол или экструдированный полистирол Рекомендуется применять геотекстиль Алькорплюс массой 180 грамм на квадратный метр Или стеклохолст массой 120 грамм на квадратный метр Нахлёст полотен геотекстиля должен составлять не менее 50 миллиметров Имейте в виду, что необходимо применять только материалы устойчивые к сверлению При укладке мембраны Алькорплан на неровные основания с грубыми поверхностями Или на бютумосодержащей поверхности Необходимо использовать защитные слои из геотекстиля Массой от 180 до 300 грамм на квадратный метр При устройстве балластной системы Рекомендуется применять геотекстиль Алькорплюс Массой не менее 300 грамм на квадратный метр Компания Ринолит предлагает широкий спектр разделительных слоёв Алькорплюс При необходимости уточните правильность применения защитных и разделительных слоёв у наших технических специалистов Механическое крепление полотнищ мембраны к основанию Осуществляется крепежами-саморезами С использованием специальных пластин-шайб или так называемых телескопов Количество крепежей рассчитывается на 1 квадратный метр С учётом существующих норм и ветровой нагрузки в зоне строительства Максимальная нагрузка на один крепёжный элемент Должна составлять не более 550 Ньютонов Расстояние между крепежами не менее 180 мм и не более 550 мм Максимальные нагрузки приходятся на угловую и краевую зоны Менее на центральную Соответственно на угловой и краевой зоне применяется большее количество крепежей Необходимо определённое время для предварительной релаксации мембраны Чем ниже температура воздуха, тем продолжительнее должно быть время релаксации Поэтому минимальное время 30 минут при пониженных температурах должно быть увеличено Раскатанные рулоны примеряют друг другу и обеспечивают нахлёстку Продольную на 120 мм и поперечную на 70 мм После закрепления мембраны к основанию Выполняется сварка потоком горячего воздуха соседних полотнищ С шириной сварного шва не менее 30 мм с перекрытием механического крепления Для этого применяется автоматическое и ручное сварочное оборудование Мы рекомендуем использовать аппараты швейцарской фирмы Leister Данные аппараты могут регулировать температуру воздушного потока от плюс 20 до 620 градусов Цельсия Рекомендуемая модель автоматического сварочного оборудования для устройства спеков на основной плоскости кровли Leister Varimat Настройку сварочного оборудования производят в соответствии с инструкцией по эксплуатации Перед началом работы ручное и автоматическое оборудование требует как минимум 5 минут работы на холостом ходу Для достижения температуры рабочего режима Работа при более низких температурах окружающего воздуха увеличивает время разогрева оборудования до необходимого оптимального температурного режима сварки После окончания работы, а также при замене или очистке насадок для охлаждения деталей аппарата необходимо в течение не менее 5 минут держать его включенным при выключенном нагревательном элементе Оптимальными параметрами сварки при нормальных условиях температуре окружающей среды плюс 15-20 градусов Цельсия и нормальной влажности являются Температура воздушного потока 500 плюс-минус 100 градусов Цельсия при скорости движения аппарата 1,5-2 метра в минуту И давление равным весу машины плюс 10 килограмм дополнительного груза Работа при более высоких температурных режимах может привести к перегреву мембраны и потере ею своих свойств К основным параметрам сварки относятся Температура сварки, скорость движения сварочного аппарата вдоль шва и давление пригруза Автоматическое и ручное оборудование требует подбора оптимальных критерий в сварке в начале каждого рабочего дня После любого отключения аппарата или при существенном изменении погодных условий На изменение параметров сварки прежде всего влияют температура внешней среды, влажность воздуха, скорость ветра Работы по устройству гидроизоляционной системы Алькарплан могут проводиться фактически круглогодично Их допускается проводить при температуре наружного воздуха до минус 20 градусов Цельсия при отсутствии снегопада и дождя В начале рабочего дня, после каждой перенастройки параметров сварки или продолжительного перерыва в работе А также через каждые 150 метров длины сварочного шва Необходимо проверять качество сварки и подобрать соответствующий режим работы автоматического оборудования При любом способе укладки, механическом или балластном, по периметру кровли производится дополнительное механическое крепление мембраны Крепление рекомендуется производить с помощью краевой рейки Крепление устанавливается как можно ближе к краю мембраны, но не менее 30 мм от ее края Количество креплений должно быть не менее 4 штук на одном погонном метре рейки Ручные и полуавтоматические сварочные аппараты используют для устройства стыков мембраны, недоступных для автоматического сварочного оборудования Например, в местах примыкания кровли к парапетам, стенам или на криволинейных участках кровли Рекомендуемые модели ручных аппаратов Лейстер Триак, Лейстер Ход Джет и другие Применение ручного сварочного оборудования требует обязательное использование прикаточного ролика При регулировании сварочной машины расстояние между осью прикаточного ролика и соплом должно быть около 45 мм Нагар сопла необходимо регулярно удалять щеткой Ширина сварочного шва должна быть не менее 30 мм Все видимые углы мембраны должны быть закруглены или срезаны наискось Устройство сварного шва ручным аппаратом производится в три этапа За первый проход выполняется точечная фиксация деталей относительно друг друга с интервалом 25-30 см Во время второго прохода создается так называемый воздушный карман шириной не менее 30 мм При третьем проходе производится формирование сварного шва Для качественной сварки необходимо следить, чтобы край насадки выходил на 3 мм из-под края мембраны Направление движения прикаточного ролика должно быть параллельно торцу насадки ручного сварочного инструмента Примерно в 5-7 мм от ее рабочей части О качественной сварке свидетельствует также образование характерного расплава материала по длине сварного шва Мы настоятельно рекомендуем производить так называемые Т-образные соединения мембраны с использованием ручного сварочного аппарата Учитывая наличие сложных климатических условий, гидроизоляционным мембранам в России, Украине, Казахстане и странах СНГ Предъявляются повышенные требования Поэтому, опираясь на многолетний опыт работы в России и странах СНГ А также на основе исследований и всестороннего анализа Техническими специалистами компании Ринолит Был разработан специальный тип кровяной мембраны Алькорплан F35276CIS Данный тип материала обладает повышенной морозостойкостью и защитой от воздействия ультрафиолета Механической прочностью и эластичностью в широком диапазоне температур Алькорплан F35276CIS Сохраняет технические характеристики после многочисленных циклов замораживания, оттаивания Устойчив к химическим и механическим воздействиям Только данный продукт сертифицирован и официально рекомендован компанией Ринолит Для применения в странах СНГ И гарантирует надежную эксплуатацию кровли на длительный период времени Большая площадь рулонов мембраны Ширина более 2 метров, а длина до 25 метров Позволяет существенно снизить расход материала Ускорить процесс укладки И обеспечить высокую надежность в процессе эксплуатации Кровельная система Алькорплан включает ряд комплектующих Неармированную мембрану для выполнения сложных примыканий Накладки на внешние и внутренние углы Ламинированные ПВХ-жесть и другие Это позволяет обеспечить надежную гидроизоляцию объекта В самых уязвимых местах А гидроизоляционный ковер собирать как детский конструктор О надежности сварного шва свидетельствует Равномерность сварки по всей длине Вдоль качественного сварного шва наблюдается глянцевый след шириной 10 мм Ширина сварного шва не менее 30 мм Отсутствие складок на всем протяжении шва Отсутствие признаков перегрева пленки Потеки, изменения цвета Качество сварного шва определяет не ранее чем через 30 минут после его устройства Визуально для выявления пустот и складок в шве С использованием тонкой шлицевой отвертки Или аналогичного инструмента Для проверки качества сварки Вырезается участок шва шириной 50 мм Затем образец нагружается весом 15 кг в течение 10 секунд Участок, из которого был вырезан образец Заваривают предварительно подготовленным куском мембраны Где отмечают номер испытания, дату и подпись кровельщика Шов считается качественным, если данный образец шва не расслаивается После этого испытания образец шва рекомендуется разорвать и исследовать его Разрыв должен происходить за пределами сварного шва, обнажая армирующий слой Алькорплан обладает высокой ремонтной пригодностью В случаях возникновения механических повреждений Даже после многих лет эксплуатации При нарушении целостности поверхности мембраны Необходимо выполнить ремонт таких участков Наложением заплат размером не менее 150 мм в диаметре При этом расстояние по всем направлениям от места повреждения Должно быть не менее 50 мм Ширина сварного шва в любом направлении от края мембраны Должна быть не менее 30 мм Поверхность мембраны в обязательном порядке Необходимо предварительно обработать очистителем Алькорплюс 81044 После этого до начала сварки поверхность мембраны Должна просохнуть не менее 10-15 минут Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok